Неравная схватка. В развлекательном центре империи сразу несколько сотрудников так называемой службы безопасности заведения жестоко избили одного из посетителей. 25-летний Анатолий Панов сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Подробности в сюжете. Владимир Иванович уже несколько дней не находит себе места. Здоровье его единственного сына Анатолия под угрозой. Виной всему изначально невинный день рождения друга в развлекательном клубе империя, который закончился жестокой потасовкой. Естественно, там все веселятся. И, значит, Толя смотрит, значит, или знакомый, или друг, я не знаю, охранники стали, короче, бить парня, бить парня, и выталкиваете его. Он подошел к ним, сделал замечание. Ребята, вы что делаете-то? Вдруг ему с того ни сего ударили, ну, в общем, в лицо. И он, естественно, упал, облокотился на стул, который как раз, это самое, как бы немножко очухался, понял, что тут это самое. И решила этим стулом, короче, это. Ну, естественно, они его начали просто убивать. Сразу после инцидента около пяти утра Анатолию вызвали скорую. Посмотрев больного, поставив ему диагноз черепно-мозговая травма, я приняла решение госпитализировать его срочно, так как была необходима консультация травматолога и невролога. Больной контактен, в контакт он вступал, он четко осознавал обстоятельства, в которых он получил травму. Ну, и учитывая то, что он своими ногами дошел до машины, я посчитала, что это состояние средней тяжести. Как выяснилось в реанимации, парню срочно потребовалась операция. Медики отказались комментировать состояние пациента. По словам отца, молодой человек пребывает в тяжелом состоянии с разорванной поджелудочной железой. Владимир Панов недоумевает, почему служба безопасности так обошлась с его сыном. Ведь он по собственному опыту знает, как должны себя вести охранники. Я, в принципе, сам отработал, охранял дипломатов, отработал 10 лет. Настоящая работа охранника заключается в том, что он должен только вести наблюдение и за возникшим инцидентом сообщать в милицию. Охранник должен, если ему грозит опасность, имеет право бить только по ногам, по рукам. И именно в том случае, если его жизни угрожает опасность. Между тем, видео с имперской разборкой просочилось в интернет. По всей видимости, его выложили сотрудники заведения. Вот только огласки придали лишь маленький фрагмент, когда Антон наносит удар охраннику, который, к слову, в два раза крупнее парня. За кадром почему-то осталась сцена группового избиения посетителя. Эксперты уверяют, что физическую силу охранникам разрешено применять в исключительных случаях, не превращая свои действия в самосуд. При выполнении своих обязанностей охранники имеют право, в соответствии с законодательством, применять физическую силу, специальные средства и служебное оружие. Физическая сила, в частности, может применяться для отражения нападений, угрожающего жизни и здоровью как самого охранника, так и охраняемых граждан. В случае задержания правонарушителя, в соответствии с законодательством, охранник обязан незамедлительно вызвать сотрудников полиции. Почему это не было сделано, остается только догадываться. Не исключено, что причина такого поведения охранников империи кроется в том, что они вовсе не профессиональные охранники. В отделении полиции неоднократно поступали сообщения и заявления от граждан на противоправные действия работников КРЦ империи. Обращаю ваше внимание, что в рамках рассмотрения данных, сообщений и заявлений сотрудниками полиции установлено, что данный развлекательный центр не охраняется частными охранными организациями. Какие-либо договора между данным центром и частными охранными организациями не заключались. Это значит, что действия людей в черном, смотрящих за порядком в ночном клубе, не регламентируются законом о частной детективной и охранной деятельности. Комментировать действия своих сотрудников официальный представитель клуба «Империя» отказался. Дмитрий, здравствуйте. Это Анастасия Белова, Рен Муром вас беспокоит. Вот хотели бы с вами встретиться, если есть возможность, и получить какой-какой комментарий по поводу инцидента, который у вас был 29 января. У меня сейчас нет в городе. А вашу позицию хотелось бы все-таки услышать? Как вы считаете, ваши сотрудники, они вообще имели право так себя вести? Все-таки они сильно избили достаточно человека. Вы знаете, этим сейчас занимаются органы. Я думаю, что они компетентны сообщить свое решение. А вот по поводу договора, у вас договор с какой охранной организацией заключен? Мы бы могли с ними тогда переговорить. Все-таки это люди от них у вас работают. Вы знаете, я не готов вам давать какие-то еще комментарии. Заявление в полицию от пострадавшей стороны уже подано. Кто прав, а кто виноват в этой истории, должны разбираться компетентные органы. К слову сказать, подобные конфликты в этом увеселительном заведении не такая уж и редкость. И чем быстрее правоохранители дадут ответ на этот вопрос, тем быстрее пропадут императорские замашки как у посетителей, так и у сотрудников ночного клуба. Новость Тимуром.